всем привет дорогие друзья вы когда-нибудь задумывались что произойдет с нашим любимым спутником луной ведь это же на отличность на небесное тело которое несет земле всю свою жизнь на точнее и умная жизнь была намного важнее земной потому что ее поддерживает луна ну давайте задать но я очень задан одним очень кошмарным вопросом которым я хочу вас с вами поделиться и это пожалуй худшее что произойдет если луна взорвется во первых это маловероятно луна это не звезда ну ну нет которых но некоторые люди действительно видели так что-то похожее и и это очень и это сейчас ставит ученых в тупик и думаю я и у них есть ужасная теория луна взорвется я сказал уже луна это не звезда но и то может произойти поскольку это очень поскольку то о чем я расскажу будет похоже на тоже то происходит со звездой когда она хочет взорваться ну приступим но для начала надо выяснить как взрывается звезда смотрите это наше солнце она увеличивается и разбухает красного гиганта а потом белого карлика есть еще один вариант огромный цвет гигант взрывается и возникает маленькая нейтронная звездочка или вообще гипер гигант взрывается в гипер новую и угадайте вас что он превращается правильную черную дыру которая засасывает все 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 как в как слив в туалете и вас может растянуть там как макаронину это не шуточки все с теориями покончено вы наверное слышали про фазы луны и вот это полумесяц я его вам показываю и эта фаза очень озадачила страну поскольку пятен романахов увидели как вверх не рок начал разделяться верхней точке и вылетали огонь из луна буквально дрожа и пульсировал несколько раз и и потом ученые задумались неужели луна взорвется ведь так ведет себя звезда когда хочет взорваться и это очень напоминает какой-то фильм очень пугающий фильм для начала мы представим что наша луна решила взорваться она начнет раскалываться и и все она расколется и кусочки полетят а и взрыв ослепит все потом начнется метеоритный дождь который упадет на землю а затем апокалипсис но это очень ужасная история надеюсь что такого не произойдет и луна это никакая не звезда и это точно ведь она состоит из ничего но это позже конечно же луна состоит из камня как и большинство других планет но она меньше звезды тогда как она взорвется есть один шанс луна это нейтронная звезда вы скорее всего про них слышали она должна очень быстро вращаться луна не вращается так что это не как так что скорее всего наш естественный единственный спутник не взорвется ну давайте погрузимся в теории и будем размышлять так гипотетически что нашел на это звезда что же будет происходить ученые совершили глупую ошибку это гипотетически мы размышляем и оказалось что наша луна это звезда вот что будет происходить что повторяется луна начинает раскалываться из этих отверстий начинает выходить огонь и искры она пульсирует и дрожит а потом взрывается как звезда осколки летят на землю и начинается красивый метеоритный дождь который можно увидеть только раз в жизни к и ему можно придумать название луна и ды что прямо как персеиды только это не метеориты это луна наша луна огромная облака плазмы мы висит в небе осколки летят на землю и становятся кольцами еще они разрушают спутники мкс полностью разрушена а все небо окутывает огромное одеяло плазмы раскаленная плазма из ядра спутника остры остывает затвердевает и делает кольца еще тоже ща плазма прежней окутала всю солнечную систему жуть ну к счастью это не случится наверное давайте еще немного несколько сумасшедших теорий о луне давайте приступим конечно вы знаете что астронавты летали на луну и на фотографиях она была серой но фотографии сделаны сейчас показали что идет свет немножко напоминает марс и и вот это и вот некоторые люди начали сомневаться правда ли что что астронавты действительно летали на луну может быть это просто фотошоп а может быть они просто то наживаются американцы кто знает что же еще может быть что если в луну на скорости встрет светом режется иголка для начала давайте вспомним что любой объект массы не может достигнуть скорости света но частицы света фотоны все таки могут давайте представим что что гипотетически мы разогнали обычную швейную иглу до скорости света а когда она столкнется с уной ну ничего хорошего если если луна поглотит всю ее энергию то конечно даже просто то конечно как прошлый сценарий просто взорвется но если игол но и на может быть игла просто пройдет сквозь спутник оставив идеально на и отверстие и корей мантии и ядре спутника вот еще один вариант что будет если ли иголкой врежется огромная волна плазмы разлетится и и луна разлетится на на триллионы и квадриллионы и секстиллионы и и и и на миллионы кусочков вряд ли это что если в луну врежется другая планета для начала давайте размы надо погрузиться в кое-что теории во первых надо определить радиус планеты если планета будет большой примерно как земля она просто то собьет луну с орбиты или или столкнется и у и у зем и у планеты появятся кольца это только если она будет каменистой как земля но что если луну режется газовый ягант как юпитер то тогда печальные новости юпитер просто съест луну но я имею в виду не юпитер а какую-то газовую огромную планету это будет все очень печально развернется это все очень печально развернется ну теперь это сейчас будет не теория а реальность не скорее всего вы слышали что луна потихоньку удаляется от земли допустим ее ее поднимает огромная рука и тащит ее и все это реальность смещение заставляет лун ну потихоньку потихоньку удаляться на 4 лице на 4 сантиметра в год но это тоже маловероятно это через ну через более миллион лет луна больше не сможет затмить солнце поскольку удалится и мы никогда больше не увидим солнечное затмение а теперь самая ужасная ну наверное ужасная новость это довольно печально что если луну поглотит черная дыра как я говорил что вас растянет как макаронина поскольку ваша кожа эластичная луну тоже растянет как макаронина но она скорее ну ваша кожа эластична и разорвется а луна начнет просто разлетаться и тоже разорвется а ваша кожа эластична и ее придется разрывать а луну достаточно просто рассказать огромной черной дырой а теперь очень ужасно что если блуждающая планета врежется в луну вы наверное а вы вы знаете ну что если блуждающая планета врежется луну которая примерно размером с неё луну точно уничтожит но есть ли какой-то маленький и шарик как например спутник марса фобос врежется луну то то это для нее будет просто один пчелиный укус луна не разрушится а просто возникнет огромный кратер который даже меньше чем бассейн южный полюс эйткин находящийся на обратной стороне луны так что это что получается нам ничего не грозит нет лучше побеспокоитесь о солнце а не о луне поскольку она будет разрастаться и поглотит и четыре планеты меркурий венеру землю и марс ну стоп я же говорю только о луне дальше это будет очень плохо все а еще лучше побеспокоиться о блуждающих звездах блуждающая звезда глизе 710 пойдет солнечную систему и облако орты и куча комет устремиться в нашу солнечную систему ну к счастью нас уже не будет давайте закругляться и заканчивать видео а то уже достаточно сумасшедших теорий о луне муж то может быть и еще и найдется парочка давайте знаете что подумаем это ладно не надо думать и немножко погрузимся в видеоигры это будет довольно плохо что если огромный пистолет 3 стрельнет в луну конечно вы знаете что для того чтобы пробить ну ну нужен огромный пистолет если вы посещает ли тир то то тогда пистолет должен быть размером с маленького ребенка и чтобы стрельнуть в огром в небольшой огромную картину и вот скорее всего пистолет будет размером с эту книгу если мыслить по книге то вот это луна реальный размер луны а пистолет скорее всего будет размером с эту книгу в разложенном виде а теперь представьте как как этот небольшой пистолет размером с маленького ребенка стрельнет в углу ну-ка то районка кстати более чем сто раз меньше а потом представьте куда это пуля потом улетит она улетит в землю и и она тоже ее прострельнет прежде чем взорвется но это только если у нас дробовик ладно хватит сумасшедших теорий все и так хорошо поверьте вот как прекрасна жизнь можно изучить все 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 абсолютно от далеких звезд до мельчайших атомов просто нужно не думать о плохом и наслаждаться жизнь ну а такие сценарии я уже сказал гипотетические но один из них реальный ну просто произойдет нескоро ну все все счастливы и но не ну уже пора прощаться всем пока ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео нажмите на колокольчик и и смотрите мои другие видео видео спасибо за просмотр а теперь давайте отправимся в небольшое путешествие и интересные факты о космосе которых я и я вам покажу что ж давайте начнем ставьте на паузу identity а было что но это у Спасибо за просмотр! Ну что, узнали кое-что новое? А теперь просто смотрите картинки. Яркие и красочные. Прекрасные. Картинки для видео я брал из этой книги. А точнее, я ее показывал самую. Поскольку я не умею показывать картинки. А вот наша галактика. А вот другие галактики. А вот скорость света. Ну, вы смотрите. А вот что может произойти, если маленький поджигатель подожжет водород. Солнечные пятна. Очень интересные, веселые иллюстрации. А вот какая смешная может получиться солнечная система в еде. Вот реальная солнечная система. Я это не рисовал. А вот проблема землян. Что они натворяют с землей. А вот откуда я в основном картинки брал. А почему дна может быть из сыра? Из-за кратеров. Вот, я тут все брал. Тут есть многое. Космонавты. Ракета Сатурн Ви. Короче, можете купить. Купить, ну, короче, можете взять книги с такими вот интересными и забавными иллюстрациями. Вам, наверное, это точно понравится. У кого арахнофобия? Ну, скоро мы закончим мой влог. Скоро я свой влог закончу. И нам придется прощаться. А вот Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Иран и Нептун. Все.